Западная станция водоподготовки – один из четырех комплексов, поставляющих москвичам чистую питьевую воду. Сюда она приходит из так называемого Москворецкого водоисточника по 17-километровому трубопроводу из Москвы и реки. По сравнению с остальными станциями водоподготовки Мосводоканала, западная считается самой молодой и современной. Проектная производительность станции – 1 миллион 700 кубометров в сутки. На данный момент мы подаем 1 миллион кубометров в сутки, в том числе как вода с классической технологией приготовления, так и вода с применением новых технологий – озоносорбции, мембранной ультрафильтрации. Технологии озоносорбции и мембранного фильтрования применяются здесь далеко не первый год, хоть и не в полном объеме. Вот как выглядит мембрана в разрезе. Мы видим здесь длинные полые полимерные волокна. Сверху видим поры этих волокон. Вода поступает сверху, после этого вода попадает в волокно, проходит сквозь волокно и сквозь поры, отфильтровывается наружу. Сейчас через мембраны и озонирование на западной станции в сутки проходит около 500 тысяч кубометров воды. Еще столько же очищается традиционными методами, которые, к слову, совсем не устаревшие и позволяют готовить воду в соответствии с самыми жесткими нормативами. Тем не менее, чтобы идти в ногу с прогрессом, Мосводоканал запустил процесс реконструкции. Было дано поручение для разработки проекта на строительство двух блоков общей производительностью 500 тысяч кубометров в сутки, что позволит нам в объеме 1 миллиона кубометров в сутки подавать питьевой воды по новой технологии с применением озоносорбционных методов очистки. В 2019 году было осуществлено проектирование, а в начале этого года для запланированных к постройке объектов получено положительное заключение Мосгорэкспертизы. На месте частично сооружения первого блока и частично второго блока будут строиться два новых блока по озоносорбционной технологии приготовления. Строительные работы пройдут в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы и начнутся уже в текущем году. Весь проект разделен на два этапа. Сначала снос старых сооружений водоподготовки и перекладка коммуникаций, а затем возведение двух блоков озоносорбции и станции озонирования. На данный момент происходит выбор технического заказчика и в дальнейшем будет проводиться конкурс на генерального подрядчика для первого этапа. Это снос старых сооружений, отработавших свой срок для того, чтобы возводить новые блоки. Весь проект реконструкции Мосводоканал реализует за три года. Необходимо отметить, что главная цель проекта – без увеличения мощности станции внедрить высокоэффективные технологии, повышающие качество питьевой воды. При этом на время строительных работ жители столичного региона будут гарантированно обеспечены чистой питьевой водой в достаточном количестве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова